В ТОП 100 обновленного рейтинга Международной шахматной федерации входят двое харьковских гроссмейстеров. Антон Коробов занимает 51 место, Павел Ильянов – 64 место. Среди семи украинских шахматистов из первой сотни – это третий и шестой результаты соответственно. В женском рейтинге Фидея Харьковчанка Анна Ушенина – 52-я. Лидерами мировых шахмат остаются норвежец Магнус Карсон и Хоуи Фанни из Китая. Мария Сухопалова оформила медальный дубль на рейтинговых гонках по маунтинбайку в олимпийском кросс-кантри, которые состоялись в Турции. На Кубке Алании воспитанница Харьковского высшего училища физической культуры номер один замкнула призовую тройку среди юниорок и заработала 16 рейтинговых очков. 17-летняя ученица Сергея Трофимова пропустила вперед велосипедисток из Чехии Аннет Новотной и Каролину Бердникову, а в споре за бронзу опередила на 40 секунд еще одну чешскую спортсменку Степанку Хойкову. В элитной категории двукратная чемпионка Европы Ирина Попова финишировала восьмой и получила 14 зачетных баллов. Александр Коняев занял 36 место. Спустя сутки на аналогичной гонке первой категории, там же в Алании, Сухопалова завоевала серебряную медаль, которая принесла ей 18 очков. Победу вновь одержала Новотной, обогнавшая Харьковчанку на три минуты. Бронза досталась венгерской юниорке Верак Гергеле, которая отстала от Сухопаловой почти на минуту. В женском кросс-кантри Попова была десятой, в мужском Коняев стал семнадцатым. Две золотые награды сборная Украины принес спортсмен из Ровна Александр Кудыма, выигравший обе юниорские гонки. В домашних матчах десятого тура баскетбольного чемпионата Украины в мужской высшей лиге политехник принимал МБК-2 Ника из Николаева. Обе встречи прошли с ощутимым преимуществом харьковчан. В первом поединке хозяева благодаря результативной игре Кэмирана Грегори, Сергея Старцева и Станислава Завадского уже к большому перерыву набрали на 21 пункт больше – 56-35. Исход матча был практически предрешен, но в двух оставшихся четвертях подопечные Тимура Рабаджи не стали отбывать номер. Политехники продолжили наращивать преимущество и в итоге победили со счетом 106-66. По схожему сценарию разворачивались события и в повторном матче. Харьковские баскетболисты сразу захватили лидерство, быстро ушли в отрыв, а в концовке, как и накануне, преодолели гроссмейстерский рубеж в 100 очков – 102-79. Самыми результативными игроками двухматчевого противостояния стали Старцев и Грегори. Они забили по 38 очков. Политехник единолично возглавляет первую группу, имея лучший процент в соотношении сыгранных матчей и количества побед. Баскетбольный клуб ХАИ разделил очки с запорожской казачкой в выездных матчах 12-го тура женской высшей лиги Украины. В стартовой игре сильнее были хозяйки площадки 62-48. В повторной харьковчанки взяли реванш со счетом 85-66. Форвард БК ХАИ Елена Витковская набрала в двух матчах 29 пунктов. В таблице харьковские баскетболистки остались на третьем месте. Александр Шариков продолжит выпуск. Металист 19-25, приближая весеннюю часть футбольного сезона, провел на турецком сборе очередной спарринг, в котором одолел команду первой лиги чемпионата Казахстана. Огжет пес, как шитав. Подшефная Валерия Кривенцова одержали минимальную победу 1-0. Автором гола стал новичок харьковской команды, нападающий Виталий Пономарь, который проводил мяч ворота на 32-й минуте. В Турции металист 19-25 сыграл уже четыре контрольных матча, в трех победил, в одном потерпел поражение. Зал бокса Харьковской комплексной детско-юношеской спортивной школы «Восток» в течение трех дней находился в полном распоряжении участников открытого турнира на призы спортивного клуба «Карат». Соревнования собрали сто участников не старше 14 лет. Вместе с харьковчанами свои будущие выступления на турнирах национального и международного масштабов смоделировали боксеры из Полтавы, Светловодска и Херсона. Это для опыта очень важно. То есть они начинают чувствовать уже формулу боя. То есть прочувствовать эти полторы минуты. Это кажется, что они пролетают за секунду. Для них они кажутся целой вечностью. Поэтому это своевременный турнир, он нужный турнир. И дай бог, чтобы такие турниры были чаще. Финальные бои стали достойным завершением турнира в сражении. За золото нет места компромиссам. Выигрывали сильнейшие те, кто смог проявить себя и показать свои лучшие качества. Веси до 46 килограммов победил серебряный призер чемпионата страны среди школьников Василь Керимов из клуба «Атом». В финале ученик Олега Иванка и Михаила Глянцева отдалил хозяина ринга Данила Крижанского единогласным решением судей. Тренеры говорили уклон, атака. Я тренера слушал и работал. И все, выиграл. На этот сезон какие задачи ставить перед собой? Сначала область, Харьковская область. Потом Украина. Потом Европа. Чемпион страны среди младших юношей Владимир Соляник стал победителем турнира на призы клуба «Карат» весовой категории до 52 килограммов. В финальном бою воспитанник Сергея Верходанова выяснял отношения со своим товарищем по КДС США «Восток» Ростиславом Кисловым, который проявил характер и оказал достойное сопротивление. Но выучка и опыт взяли свое. Соляник победил 3-0. Это все удалось реализовать все, что я хотел. Задачи у меня были просто занять первое место и показать красивый бокс. Хочу выиграть сейчас Украину по этому 7-8 году и желательно поехать на Европу. Еще один восточный чемпион Украины среди школьников Эдуард Гусев одержал победу в категории до 75 килограммов. Первым легчайшим весе зрелищный и конкурентный финал выдали воспитанник КДС США «КТЗ» Иван Безуглый и Дмитрий Белюрко, представляющий клуб бокса «Теодорос». Молодо, не зелено, соперники бились как мужчины с азартом, стараясь отвечать ударом на удар. Победителем все трое судей объявили Безуглого. Юношеский чемпионат Харьковской области состоится во второй половине марта. Сегодня все о спорте. Удачи вам, хороших новостей и будьте здоровы!